Ну как меня уже представили, я Виктор Стардуб, я работаю в почте mail.ru и мне хочется поговорить с вами про поиск по почте. Итак, поиск по почте, что это вообще такое? Поиск по почте это когда у вас есть какая-то амбразура, поле для ввода, вы туда вбиваете ваш поисковый запрос и вам возвращает список писем, которые подходят под те критерии, которые вам указали. То есть казалось бы, сейчас десктопные и наверное даже мобильные приложения уже вполне себе умеют искать по вашему ящику локально, даже если у вас нет интернета. То есть задача уже лишена миллион раз. В чем наши особенности? Наша особенность заключается в том, что у нас очень много данных, у нас очень много пользователей. У нас 100 миллионов активных пользователей, то есть пользователей, которые постоянно что-то делают со своим ящиком. В разы больше пользователей неактивные, которые заходят достаточно редко, чтобы попадать в предыдущую метрику. И это очень-очень много писем, очень-очень много данных, которые нужно хранить. Но даже это само по себе в принципе проблемой не является. То есть гораздо большая проблема это то, что всем этим людям приходят письма. Нам приходят 17 тысяч писем в секунду во время дневных пиков. И в принципе как бы в рамках хайлоуда цифра не очень пугающая, всего 17 тысяч. Но поиск выполняется по словам, не по письмам. То есть как бы поисковый движок он работает не с письмом, как с единым таким неделимым целым, а он индексирует слова. И если взять такую очень консервативную оценку в 200-250 слов реальных в письме, там без html и без ничего, то получается, что у нас есть 4 миллиона слов в секунду. То есть это реально 4 миллиона новых или измененных строчек в нашей какой-то базе. И все эти апдейты нам надо как-то уметь обработать. То есть это уже цифра гораздо более впечатляющая и технически сложная. Итак, мы решили, что задача сложная, но как бы внимательный слушатель может заметить, что искать по почте мы в принципе умеем достаточно давно, и мы умели это делать еще до того, как гос стал мейнстримом. В чем были наши проблемы с существующим механизмом? Зачем вообще что-то переписывать? Проблем было несколько. Во-первых, в контексте поиска пользователь был привязан к конкретному серверу. То есть данные мы, конечно, потерять не могли, потому что у нас были рейды. В случае, даже если рейды нас не спасали, можно было перевытянуть письма из основного хранилища. Но availability от этого страдал. То есть в 21 веке хочется, чтобы пользователь не заморачивался по поводу того, что у нас лежит сервер или что-то там происходит. Кроме этого, старый поиск обновлялся при помощи специальных методов, которые другие сервисы вызывали, которые меняли чего-то в пользовательском ящике. И система была достаточно связной. То есть достаточно сильно связной. И сделать что-то с ней было достаточно тяжело. Поэтому решено было систему переписать. Теперь мы решили что-то переписать. Почему мы выбрали Go? Во-первых, в Mail.ru и в почте у нас есть какая-то экспертиза. То есть есть люди, которые умеют писать на Go, которым можно обратиться за советом или за помощью. Это был далеко не первый проект в почте, который был написан на Go. И уже была готова какая-то часть инфраструктуры. То есть у нас были клиентские библиотеки почти ко всем внутренним сервисам почты. И это очень сильно упростило бы задачу написания. Кроме того, у нас одним из критериев выбора было то, что язык достаточно хорош. То есть Go обладает достаточно хорошей читаемостью. То есть, конечно, магии никакое он не делает. То есть если у вас сложная бизнес-логика, если у вас сложные структуры данных или сложные какие-то алгоритмы, они, конечно же, останутся сложными и на Go. Но один программист на Go легко читает код другого программиста на Go без каких-либо сильных когнитивных диссонансов по поводу синтаксиса языка, без того, чтобы не понимать какие-то там кастомные макросы, как вот бывает иногда на сишке. В общем, с этим особо проблем нет. Помимо читаемости, Go обладает такой штукой, как поддержка конкуренции. И в контексте поиска это очень-очень важная вещь. Что такое конкуренция? То есть я под конкуренцией имею в виду то, что в системе происходит очень много разнородных разных процессов, и все они происходят одновременно. То есть в контексте поисковой задачи, например, одному пользователю мы подсвечиваем результаты его поискового запроса, второму пользователю идем за результатами этого поискового запроса, кроме того, в системе где-то там одновременно кладется новое письмо в наши базы, и еще одно письмо, допустим, висит где-то на rate limit в ожидании того, когда можно будет его начать обрабатывать дальше. То есть вот такие штуки, они пишутся умеренно легко, то есть не совсем, конечно, безболезненно, код вам надо написать, но сильной боли от этого не будет. С этим настроением мы как бы начали писать проект. Что получилось? Получилась вот такая вот картинка. То есть эта картинка изображает архитектуру нашего поиска в общих чертах. Вот слева сверху есть такой квадратик под названием индексатор. Он, во-первых, он написан на C++, то есть как бы это не совсем Гошка, точнее совсем не Гошка. И он умеет следующее. Ему даешь поисковый запрос, а он возвращает список писем, которые подходят к этому поисковому запросу. Кроме того, он занимается хранением всех данных, которые нужны для того, чтобы этот ответ вернуть. Казалось бы, это все. Все, что нужно сделать для поиска. Но, к сожалению, не совсем. Во-первых, этот индексатор принимает данные в достаточно переваренном виде. То есть, опять же, как я говорил, что он работает со словами, а не с письмами, как с единым неделимым целым. Во-вторых, его результатом является список писем. Нам нужно, например, добавить туда красивую подсветочку того, что именно искал пользователь и где оно было найдено. И, кроме этого, индексатор работает в пределах одной машины. Достаточно понятно, что всю нашу кучу пользователей в одну машину мы не уместим. То есть, машин нужно гораздо больше. Кроме того, я уже упоминал про фейловер отказоустойчивость. То есть, понятно, что один пользователь должен лежать на нескольких машинах. Должно быть несколько копий. Собственно, для решения этих проблем был написан поисковый фронтенд на Go. Он здесь обведен зеленым таким кружочком. Чем он занимается? Ну, собственно, он подготавливает результаты, обрабатывает ответы от индексера, реализует шардирование, реализует фейловер. И общается с многими-многими-многими почтовыми сервисами для того, чтобы быть единым источником данных для индексатора. Ну, вот мы написали такую штуку. И чем именно помог нам Go? То есть, во-первых, в предыдущей картинке было видно, что там очень-очень много походов по сети. То есть, очень много всяких стрелочек. На самом деле, на той картинке нарисованы не все стрелочки, потому что модель очень упрощена. И, то есть, у нас очень много кода, который ходит по сети. Go очень просто позволяет писать сетевой код. Код достаточно линейный. И, к тому же, там легко делать такие чуть более сложные штуки, как фейловер. Например, такой фейловер, когда во вторую реплику мы начинаем идти через 10 миллисекунд, там 20-30, после того, как первая реплика не ответила. Но при этом запрос в первую реплику мы не прерываем. То есть, вот такие штуки, они достаточно естественно лежатся на гошные каналы, таймеры и гарутины. И код, на самом деле, в общих чертах выглядит не сильно сложнее, чем в каких-то туториалах. Кроме этого, гошная модель конкаренсии нам очень сильно помогла пописать наш внутренний пайплайн. Что такое как бы наш внутренний пайплайн? То есть, у нас есть какие-то события, которые нам пролетают. И, в частности, например, события о новом письме или события об изменении в ящике. И нам нужно как-то дальше запустить всю эту махину, потому что вытянуть данные этого письма из хранилища. Для того, чтобы как-то разрезать это письмо и скормить индексатору. Вот, например, такие кейсы, как когда нам попадает ивент, он раздваивается на два ивента для двух разных реплик индексатора. И разные реплики обрабатывают запросы с разной скоростью. При этом оба процесса обработки требуют какие-то общие данные, которые, опять же, вытягиваются отдельно. То есть, опять же, такие конструкции пишутся и выглядят практически как в туториалах. Что у нас есть из более сложного кода? Из более сложного кода у нас есть куча рейт-лимитов. И с рейт-лимитами был такой фокус, что когда мы занялись преждевременной оптимизацией, то есть показалось, что сейчас мы родим десятки, сотни тысяч гарутин, и все станет медленно и жрать много оперативной памяти. Был написан такой код в стиле конечного автомата, в такой сишной асинхронности. И на самом деле при починке энного бага было решено попробовать пописать на таком идиоматическом. И все сразу стало хорошо. То есть ресурсы никто в таком объеме не жрал. То есть просто получился хороший рабочий код. То есть на самом деле первым решением, конечно, должно быть такая идиоматическая версия кода с гарутинами, каналами. То есть ничего лучше не экономить. Кроме того, нам достаточно сильно помогла компиляция и сильная типизация в Гошке. То есть с компиляцией все достаточно очевидно. Мы получаем ошибки компиляции и не ругаемся на баги в продакшене, а как бы чиним баг сразу. С сильной типизацией примерно то же самое, но получилось гораздо тоньше и чуть-чуть неожиданней. То есть в ГО типизация очень сильная и можно два инта пометить разными типами и они будут невзаимозаменяемы. И нам это очень сильно пригодилось именно в контексте такого интеграционного кода, когда мы входим в кучу разных систем. Эти системы работают с разными сущностями. У этих сущностей есть айдишники, которые почти одинаковые, но не совсем одинаковые. То есть, например, и там int, и там int, но они в разном немножечко формате. То есть там байты в разном порядке. И Гошка помогает отлавливать такие случаи до момента компиляции. И вроде бы мелочь, но на самом деле это экономит, наверное, недели поиска багов где-то уже в тестировании и, возможно, даже в продакшене. Кроме того, ГО позволил нам достичь хорошей производительности. Здесь такой нюанс, что есть всякие микробенчмарки, там числа дробилки, которые, конечно же, на плюсах или на C работают быстрее. Но здесь есть такой нюанс, что мы, во-первых, очень много таких числа дробилок вынесли в наш плюсовый код индексатора, и у нас осталась в основном интеграция. В результате нам нужно написать интеграционный код. У нас, естественно, ограничены ресурсы в виде количества программистов и ограничены ресурсы в виде количества времени. То есть вопрос в том, что если бы мы взяли C++, то как бы по моему опыту мы бы, наверное, еще бы, мы бы даже не успели бы, наверное, чего-то пооптимизировать, то есть занимались бы тем, чтобы система как-то работала в целом. То есть вот ту оптимальность, которую можно увидеть в микробенчмарках, ее очень-очень сложно и очень-очень долго нужно достигать. И это все очень дорого и зачастую это не про коммерческие проекты. Помимо плюсов были какие-то спорные моменты, то есть минусами у меня язык немного не поворачивается их назвать, потому что, видимо, в силу профессиональных деформаций, но тем не менее какие-то моменты сложные были. То есть первый сложный момент это парсер. Что такое парсер? То есть я уже говорил, что поиск работает со словами, а на входе он имеет письма. То есть нам нужно взять письмо, как-то его преобразовать в какой-то набор слов, которые уже можно оскорбить индексатору. Кроме этого, этот набор слов прогоняется через какой-то простой достаточно лингвистический движок и получается такая как бы не совсем число-дробилка, но такая байта-дробилка. И это является не очень хорошим кейсом использования Go. Ну, собственно, при первом написании мы, насладившись встроенной поддержкой Unicode в Гошке и как бы достаточно лихо написав эту штуку, увидели, что она немного не достреливает до той производительности, которую нам хотелось бы достичь. Пришлось закатать рукава, неделю-две посидеть и пописать аккуратную работу со слайсами для того, чтобы убрать все копирования. И кроме того, по-моему, мы основной горячий код работы с Unicode заменили на кастомную имплементацию. И в принципе вот этих двух вещей хватило, чтобы добиться той производительности, на которой мы целились. То есть в принципе проблема решилась достаточно безболезненно. Следующая проблема – это сборка мусора. Со сборкой мусора тут такая история, что мы ходим в кучу внешних систем. Эти внешние системы возвращают нам кучу разных результатов. Кроме того, вот парсер из предыдущего пункта, он тоже нам как бы генерирует кучу всяких разных результатов. И все эти результаты рано или поздно становятся мусором. Ведь всю эту кучу мусора нужно скормить в garbage collector. И garbage collector может начать тормозить. Он может начать тормозить в двух смыслах. То есть в первом смысле это latency, то есть как бы реальное время, которое можно увидеть, на которое замедлился запрос. Вот этот момент как бы для нас проблемой не стал. Почему? Потому что большая часть обработки вот этого письма, она выполняется в оффлайне. То есть пользователь не сидит и не ждет перед монитором, пока мы ему это письмо в индекс добавим. Поэтому какие-то задержки абсолютные, они нам здесь не так критичны. В случае с поисковым запросом, большую часть времени мы висим на ожидании внешних систем. То есть опять же поискового индексатора, каких-то других базочек. И здесь опять же какая-то дополнительная задержка, она становится не такой критичной. То есть там 1-2 миллисекунды на фоне десятков уже не так сильно заметны. Но в плане производительности garbage collector, то есть в плане потребления его ресурсов, нам немножечко пришлось побороться. Вылилось это опять же в использование, просто использование как бы аккуратных слайсов, чтобы не копировать данные лишний раз. Был использован стандартный механизм Sync Pool, который позволяет переиспользовать объекты, которые уже стали мусором для каких-то новых целей. И в принципе, опять же, засучили рукава, неделя-две и код работает примерно с той производительностью, которая нам нужна. Последним таким спорным моментом, наверное, здесь уже даже скорее минусом является написание кастомных структур данных. Проблема с кастомными структурами данных в том, что у нас нет дженериков. То есть мы хотим писать какие-то структуры и использовать их более чем один раз в нашем коде. В частности, я рассказывал про то, что у нас есть парсер, который делает какую-то лингвистику. Этой лингвистике нужны словари. Словари нужно как-то хранить. Для этого мы написали свою имплементацию префиксного дерева, которое эффективно в нашем случае. И хотелось ее заиспользовать несколько раз. Ну, к сожалению, здесь пришлось довольствоваться интерфейсами и рефлекшеном, потому что соптимизировать ее было бы достаточно громоздким кодом. А к тому времени, когда мы до этой оптимизации добрались, в принципе, мы выиграли нужное количество производительности в других местах. Поэтому, к сожалению, с отсутствием дженериков в данном случае мы ничего не сделали. Какие результаты? То есть в результате мы написали систему, в которой именно гошная часть, она может обработать все 17 тысяч писем или 4 миллиона слов в секунду в пределах 10 машин. То есть цифра достаточно хорошая и достаточно убедительная. Кроме этого, мы не сошли с ума в процессе написания этой всей штуки. И в целом субъективно ощущения такие, что большую часть времени мы занимались именно какими-то экспериментами, бизнес-логикой, тюнингом каких-то наших алгоритмов и не упирались в компилятор, не упирались в какие-то там неведомые рантайм ошибки. И, в общем, пришли к нашим результатам, наверное, и близко к прочайшему пути в плане выбора языка программирования. Всем спасибо, что вы меня послушали. Теперь время для ваших вопросов. Спасибо за доклад. Я хотел уточнить, как именно вы поняли, что проблема в garbage collector и как вы выявили проблему, как вы профилировали код вот в этом плане. Спасибо за вопрос. Ну, тут как бы момент какой. Выявили, естественно, они проблему в garbage collector, выявили мы то, что приложение не выдает нужную нам производительность. Дальше просто вооружаемся стандартным гошным профилировщиком и смотрим, где именно мы тратим код. То есть гошный профилировщик, он, в принципе, показывает работу garbage collector тоже. И можно посмотреть, что мы достаточно долго занимались сборкой мусора и, наверное, в эту сторону можно покопать. Кроме того, есть профилировщики аллокаций. Они уже помогают на том этапе, когда понятно, что тормозит выделение или освобождение памяти. Здравствуйте. У меня два вопроса. Первый. Можно подробнее про нюансы со слайсами? Потому что не совсем понятно, как они могут влиять серьезно на производительность, поскольку это структуры, которые внутри в реализации содержат указатель все-таки на массив. Это первый вопрос. И второй вопрос насчет, опять же, garbage collector. Не совсем понятно, почему он может тормозить. В плане, у вас были какие проблемы? У вас были проблемы, что много объектов создается? Или же, как объяснить? В общем, когда мы, допустим, сейчас пишем серваки на гор, и получается так, что у нас, в принципе, нет сведений о том, как можно было бы оптимально использовать создаваемые структуры так, чтобы они не попадали, например, в кучу. То есть этого просто не сами авторы не дают таких сведений. Давайте начнем с первого вопроса. Еще раз можете повторить? Про нюансы со слайсами. Что имелось в виду под работой со слайсами? То есть под работой со слайсами я имел в виду то, что работая на каком-то новом языке, очень сильно хочется написать код по-старому. Вот как-то так. И по-старому, например, в плюсах очень приняты всякие конструкторы копирования. Сравнительно недавно появились вот эти референсы, и с ними можно было что-то делать. И смысл в том, что первая версия кода, она обычно содержит больше копирований, чем реально нужно. И очень сильно помогают эти места, а также там конвертации со слайса байт в строчку и обратно. То есть все эти моменты, которые производят аллокацию, от них можно избавиться просто прокидыванием данных из самого-самого первого ивента, прошедшего в систему, до самого-самого-самого конца. То есть это то, к чему хочется стремиться, потому что тогда будет зерокопия, будет код быстрый, и все будет хорошо. Но понятно, что к этому можно прийти только через какие-то шажки. По поводу второго момента, понятно, что тормозит не garbage collector, тормозит приложение. То есть я, может быть, не очень хорошо выразился. То есть garbage collector – это просто всего лишь инструмент, который позволяет это приложение писать. И здесь как бы момент такой, что в принципе в тех системах, которые я писал, в том числе и здесь, в том числе и в поиске, видно обычно оба вида. То есть видно и оба вида тормозов. И из-за большого количества объектов, и из-за большого объема выделенной памяти. И просто как бы вот эти два профилировщика стандартных, два профиля в ГО, они в принципе позволяют поработать немножко над одним, там какие-то, как сказать, низковисящие фрукты сорвать, поработать немножко над другим, низковисящие фрукты сорвать, и возможно как бы остановиться в тот момент, когда уже производительность устраивает. То есть понятно, что garbage collector все равно может оставаться где-то в топе. Но если вас все устраивает, то можно еще ничего не трогать. По поводу механизмов, как с этим бороться, но опять же отсутствие копирования, и вот Sync Pool, он достаточно хорош. Добрый день. У меня два вопроса. Соответственно, подскажите первый по поводу, первоначально, какая технология использовалась вот до Гошки для интегратора? Тут вопрос в том, что архитектура, она получилась разная. То есть одна из целей переписывания было переделать архитектуру. То есть поиск был написан на плюсах, но в очень другой архитектуре. Так вот именно если посмотреть высокоуровнево. И поэтому я бы в принципе даже, наверное, вот эти как бы то, как работает C++ в старом поиске с тем, как работает Go в новом, я бы не сравнивал, потому что уж очень как бы разная архитектура. Понял. Спасибо. И второй, соответственно, вопрос. Какие наиболее важные преимущества вы можете выделить, чем Go предпочтительнее тех же вот C или плюсов? Ну тезисно, там пять тезисов. Ну я бы как бы по своему опыту мог бы сказать, что если у вас есть что-то такое интеграционное, как, например, вот этот поисковый фронтенд, то есть нужно вынуть из кучи мест, немножечко перевернуть и положить в какое-то другое место, то это очень хороший кандидат на написание на Go. Если у вас числодробилка, например, вы чего-нибудь там зипуете, сортируете, делаете какие-то там сложные именно вычисления, то, наверное, это достаточно плохой кандидат для Go, если это единственная работа, которая выполняет сервис. Ну правда она, наверное, где-то вот, правда вот она где-то между ними, то есть если сервис делает половину того, половину того, ну надо вот как-то либо половину на плюсах, половину на Go, либо мириться с недостатками конкретного языка в конкретном применении. Как-то так. У вас понял, спасибо. Здравствуйте, спасибо за доклад. Вы упоминали, что в какой-то момент для оптимизации ресурсов вы использовали конечный автомат. Вот хотелось бы услышать немножко подробнее, что вы делали, то есть где вы хранили состояние, приходилось ли вам их восстанавливать, либо вы их как-то передавали. С конечным автоматом там такая история, то есть это не совсем про то, что мы сели и написали конечный автомат, как вот про него обычно рассуждает в учебниках по генератору парсеров или в учебниках по программированию и так далее. Смысл был в том, что вот у нас есть rate limiter как система и просто у нее есть состояние, там переход из состояния в состояние. То есть мы не использовали никаких tools для этого, просто вот у нас было достаточно ограниченное число состояний на самом деле в системе, но даже с этим ограниченным числом состояний уже именно в такой формулировке стало тяжело бороться. То есть проще было переписать всю эту штуку вот именно на такой вот pipeline в виде пересылки из канала в канал. То есть как бы появились ресурсы, кинули структурку, там пустую структурку в канал. И как бы в таком контексте, ну то есть там в селекте кинули так, чтобы если там уже все полное, то она туда не влезла. И в таком контексте в принципе получилось достаточно просто. То есть основной мой поинт был в том, что есть какие-то порывы после написания на других языках программирования делать такие штуки неидематически, потому что кажется, что будет тормозить. Но на самом деле лучше попробовать сначала как в туториале и скорее всего этот код будет так и выглядеть, как в каких-то туториалах по синхронности на Go. Он будет достаточно простым, достаточно юзабельным, а сложные конечные автоматы, их писать сложно. И вот мы как раз таки не справились при помощи стандартных инструментов Гошки это сделать. А более сложные инструменты мы не пробовали, потому что мы просто до этого не дошли и к тому моменту уже весь этот кусок переделали. Гошкин Корректор А.